Дистанционное обучение в школах республики продолжается. О проблемах, вопросах и обратной связи со школьниками в нашем сюжете. Мы с вами собрались сегодня, потому что на прошлой неделе мы проводили прямую линию и очень большое количество вопросов, наверное 80 вопросов, касается все-таки дистанционного обучения. Поэтому мы решили попробовать вообще для себя понять, как организовывается у нас дистанционное обучение в целом по республике. Школы проделали огромную работу по организации удаленного обучения. И в каждый этот процесс организован по-своему. К примеру, в столичной гимназии номер 5 на этот период создали новое расписание для всех параллелей. Задания и видеоуроки выкладываются на Google Диск и дублируются на ресурсе «Сетевой город». Мы стараемся использовать большие возможности интернета, так как сетевая школа тоже определенно имеет рамки. В 12-й школе активно пользуются мессенджерами. Каждый класс делится на учебные группы, в которых в режиме диалога учителя и ученики разбирают новый материал. Пристального внимания требуют сельские школы, в особенности те, где нет устойчивого интернет-соединения. В принципе, школы прорабатывают и уже реализуют распечатку материалов, оставляют в школе на вахте. Родители приходят и забирают. Мы более здесь делаем сильный крем, уклон на работу с учебниками, конечно же. То есть у каждого ученика есть свой учебник по отдельному предмету. И в рамках этого учебника идет более такая углубленная работа. Дистанционное обучение должно быть простым и доступным. А сейчас к процессу волей-неволей подключаются родители, чтобы объяснять детям технологии дистанционной связи. Конечно, надо максимально постараться не родителей высвободить от процесса образовательного. Это все-таки учатся дети. И вот здесь технологические моменты для малышей. Мы уже изначально понимаем, что первоклассник вряд ли может сам пройти этот путь. Тоже надо максимально упростить, подойти, привлечь специалистов. Из-за пандемии изменился не только формат учебного процесса. Так, в перечне дисциплин для сдачи ОГЭ в этом году остаются только обязательные предметы – русский и математика. В региональном Минобрии также отметили, что досрочно заканчивать учебный год в республике не планируют. Обучение продлится до 25 мая. Богдана Дойникова, Павел Иритков, Республика.